Поколение Wi-Fi хочет видеть мир, не отрывая взгляд от экрана смартфона. Плохо это или хорошо, рассуждать поздно, потому что это уже реальность. Новости, общение, покупки, все в интернете. И представьте, что и в зоопарк можно сходить через сеть. В Могилевском зоосаде установили веб-камеру и теперь за нашими зубрами, а их в стадии уже 35 с четырьмя малышами, можно наблюдать из дома онлайн. На любом конце земного шара расскажет Екатерина Булакова. Сегодня, чтобы увидеть зубров под дождем, совсем не обязательно брать плащ в палатку и идти по лужам в зоосад. Вдохновляться красотой можно прямо из дома, с экранов гаджетов. Наблюдать за могилевскими зубрами, а также ланями, косулями и оленями сегодня можно из любой точки мира. Все, что для этого нужно – доступ в интернет. Открыла ссылку на онлайн-трансляцию и могу сейчас видеть, как они ходят степенно, едят траву. Кто-то до этого отдыхал в дни из животных. Невероятно просто. Это видео нам прислали из далекого Новосибирска. Разница во времени в 4 часа и расстояние почти в 4000 километров сегодня не помеха. Ссылка на онлайн-наблюдение доступна на сайте Могилевского зоосада. Кликните на баннер «Зоосад онлайн» и вам будет доступна картинка, которая сейчас у меня за спиной. Почему весь мир не видел бы, что в Беларуси есть и это? Вот такое прекрасное богатство. И после посещения нас такие же идеи возникнут на других континентах. И смогут и у себя открывать национальные парки, зоопарки, зоосады, где животные просто на свободе, на больших пространствах, как у нас на 160 гектарах. К слову, онлайн-трансляцию сегодня ведут около 10 зоопарков и заповедников мира. В этом списке, кроме прочих, Тихоокеанский аквариум в Лонг-Бич и гнездовье белоголовых орланов в США. А в штате Миннесота камера установлена прямо напротив волчьего логова. А вот, что нам удалось увидеть с камер национального парка Катмай в США. Технические характеристики веб-камеры, установленной в Могилевском зоосаде, позволяют наблюдать за жизнью здешних обитателей даже ночью. Она проходит по полю, в нужные точки заходит на кормушки и показывает общий вид поля обитания животных. За первый месяц работы в тестовом режиме более 6 тысяч просмотров. И это только начало. Цифру планируют увеличить в разы. В реальности, конечно, намного интереснее, чем в интернете посмотреть. Но для тех, которые они могут вообще увидеть и приехать по каким-либо причинам, это бы замечательно посмотреть. Привет! Как тебя зовут? Богдан. Богдан. А ты когда-нибудь видел зубров вживую? Впервые. И как они тебе? Нравится тебе? Нравится. Онлайн-трансляция – хорошая новинка этого сезона. Но в Могилевском засаде, как всегда, есть новые большие планы. Например, канатная дорога и музей рыб. Будем ждать.